Добрый день, уважаемые подвохи, дайверы, фридайверы и любимые подписчики нашего канала на ютубе Катранган. Сегодня мы рассмотрим Сунта Д4Ай. Самый классный наручный подводный компьютер, который разработчики специально разработали до занятия нашего любимого вида спорта. Итак, произведем анбоксинг, поглядим, что там происходит внутри. Такая аппетитная, загадочная коробочка. Вот, открываем ее. Ого! Здесь лежат часы нашей мечты. Вот, открываем, вытаскиваем и смотрим. Так, достанем наши часы. Вот, видим, как они выглядят. С такого себе удачного пластика сделано, со всеми кнопками. Со стандартной заводской упаковкой в листере. Рассмотрим, что там еще также есть. К ним в комплекте. В коробке у нас идет удлинитель. Без него никак нельзя. Зачем нужен удлинитель, мы рассмотрим с вами через пару минут буквально. Также у нас есть защитная пленка с подробным условием нанесения ее туда. Она помогает защитить наши часы от всевозможных царапин. Есть дословная инструкция на разных языках. Также находится краткая инструкция для быстрой установки часов. Вот, и есть диск. Диск от Сунта. Со всеми прогнозами свечениями и подробными инструкциями эксплуатации. Это сейчас мы все сложим обратно. Вот. И разберемся с этим вторым ремешком. Для чего надо? А надо он для чего? Если мы будем нырять в летнем гидрокостюме, это что касается подводников, например, то тогда наш гидрокостюм будет тонкий. И когда часы будут находиться на руке, под тонкой перчаткой, они не будут создавать нам проблем. Мы взяли в один ремешок и спокойно закрепили наши часы. Затянули туда, куда нам надо. И они находятся у нас на руке. Вот. Но если мы будем заниматься дайвингом, либо фридайвингом, либо нырять в зимнем гидрике, где толщина гидрокостюма существенно варьируется, то последнего деления нам будет не хватать. Поэтому разработчики придумали очень интересную идею. Мягким движением руки мы вставляем запасной ремешок стандартно, как нам надо. Собираем его в конструкцию, необходимую для этого. И у нас теперь есть чудо-ремешок. Мы можем затянуть наши часы ровно настолько, насколько нам нужно это позволить. То есть, играя с этим запасным ремешком, мы регулируем длину общего ремешка. Таким образом, как для подводников, короткий ремешок не пережимает нам руку. Мы можем спокойно держать ружьё. Рука не имеет, кровь поступает. А, соответственно, рабочая рука, которая отвечает за задержку ружья в руке, не мёрзнет. Вот такая вот конструкция. Придумана разработчиками Сулунта. Чтобы не париться с какими-то непонятными вопросами резины, каких-то чего-нибудь. Всё давно придумано для нас. Вот таким вот образом. Часы имеют сбоку датчик сигналов. Также анализатор датчика при погружении в воду. Когда он срабатывает, включается режим и часы срабатывают. Сзади надёжная стальная пластина. Как мы видим, вот тут написано, что часы собраны в Финляндии. Есть заводской номер часов, который работает с гарантией. И также написано там то количество метров, на которые можно погружаться. Довольно-таки интересный девайс. Пока это был анбоксинг. В следующем видеоролике мы запустим эти часы. Прозведём их в точную настройку. И пройдёмся конкретно по каждому пункту этих часов. Пока наперёд могу только вас заинтриговать. Что в часах имеется функция, скажем так, определённой глубины, на которую вы можете нырять. Она подаёт сигнал. Также три глубины на выбор, на которые вы погружаетесь, несмотря на часы. Часы вам подают звуковые сигналы. Также время отдыха можно задать в этих часах. Когда вы после нырялки отдохнули, вам не надо смотреть на часы. Коротким сигналом они вам опять говорят, что вы отдохнули. И можно опять нырять. Как охотникам, фридайверам и дайверам рекомендую эти часы. Вот ещё почему. Потому что они также могут работать на нейтраксе. И также могут работать на сжатом воздухе. То есть к часам ещё идёт дополнительный трансмиттер. Который передаёт сигналы о остатке воздуха. Сжатого воздуха, либо нейтракса в баллоне. Что очень полезно для дайвера и фридайвера. И так, всё остальное в следующем видеоблоге. А пока мы увидели с вами самую стандартную комплектацию. Которая поставляется в эти часы. Ну вот, уважаемые подвохи. До новых встреч в наших видеоблогах. Далее мы рассмотрим, как их настраивать. Смотрите наш на нашем канале Ютубе Катранган. Подписывайтесь на страницы ВКонтакте Катранган. И вступайте в наш клуб Катранган Клаб. Где вы всегда сможете увидеть последние новинки. Которые облегчают вашу жизнь под водой. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok